День добрый! Хочу вам показать три прививочки, сделанные месяц назад. Вот средняя прививочка способом вращеп, диаметр подвоя и привоя практически одинаковый. Привой, черенок привоя был запарафинирован и на прививку не одевал стакан с влажными опилками, просто обмотал пленкой и оставил все как есть. Видите, прирост на прививке. Прививка тронулась в рост, но прирост не самый мощный. Сейчас посмотрим ее поближе. Ну вот видно, что каос образуется, но снимать обвязочку еще рано. Видно под пленкой образование каоса. Следующая прививка слева. Привой парафинирован, но диаметр подвоя и привоя сильно отличаются. Поэтому делал прививку не по центру, расщеплял, делал расщеп не по центру, по двое, а сбоку. Здесь место прививки накрывалось стаканом с обрезанным дном, пластиковым пол-литровым стаканом, который был наполнен влажными опилками. Вы видите, здесь вот на штамбике даже видны корешочки образовавшиеся. Это я только сегодня снял стакан с опилками. А корешочки эти мы обломаем, обломаем, уберем. Прививка работает, растет нормально. Ну и последнюю, третью сейчас посмотрим. Ну и третья, правая прививочка. Я специально здесь не снимал стакан с опилками, чтобы было видно, каким образом я создаю влажные условия вместе с ращиванием. Ну и сейчас мы с вами разрежем стакан, снимем его и посмотрим, как образуется каос. Это, конечно, малая-малая часть виноградных саженцев, которыми я здесь занимаюсь. Основные саженцы в школке на даче будут высажены. А здесь, конечно, все делается для того, чтобы снять видео в квартире. И чтобы не скучать длинными зимними вечерами. Сейчас мы снимем стакан и посмотрим, как у нас сращивается привилочка. Я не тяну его через верх, через побеги, чтобы не обломать. Так. Вот видите, опилки влажные. Ну вот. Такой мы получили вид. Вот стакан я обрезал. Вот видим место сращивания, место спайки. Здесь тоже диаметр подвоя и привоя сильно отличались. Но калус образуется, привилка тронулась. Рост. Будем дальше наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова